Друзья, всем привет! Это шестая серия проекта газобаллонного оборудования, но для вот этого товарища эта серия будет последним. В этом ролике я сделаю свой отзыв о газобаллонном оборудовании, расскажу вам о том, каково это ездить на газу, расскажу вам по-честному все плюсы и минусы, которые я увидел. Все сделаю объективно. Расскажу вам вообще про проект, откуда он взялся, расскажу вам кратенько, в одну минуту, в чем же для меня разница была между Camry и Mazda. В общем, постараюсь сделать кратенько, интересно и объективно. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Откуда вообще взялся этот проект с газобаллонным оборудованием? Я вроде как молодой парень ездил на Mazda 6, ребята на YouTube покупают тачки, делают из них спортивные машины, переделывают тачки. А тут я покупаю старую Toyota, ставлю на нее газ и начинаю вам про это рассказывать. Вот рассказываю вам все в мельчайших подробностях. Примерно в августе 2018 года мне поступило предложение о том, чтобы я снял серию из 10 роликов про газобаллонное оборудование. Никто передо мной не ставил задачу пиарить газ, говорить всем, что это круто, все переходите на газ, друзья, всем пофигу, перейдете вы на газ или нет. Основная задача проекта была сделать 10 объективных серий, где по-честному показать, что такое газ, как это работает, плюсы, минусы, развеять мифы, факты. И мне показалось это интересным. Москва это не Россия, вот страна наша огромная, везде людям интересно, как можно сэкономить на топливе, что такое газ. В общем, в целом я подумал, что этот проект должен жить, и я им занялся. И на сегодняшний день на YouTube нет ни одного автоблогера, который бы снимал бы нечто подобное, прям детальное. Есть блогеры, которые занимаются газом, они снимают серии, для них это как самая реклама. А есть люди, которые приезжают, просто одну серию снимают, типичную, что такое газ, ну и так далее. В общем, я решил заняться этой серией, и вот что из нее получается. Сегодня я вам буду рассказывать плюсы и минусы. Давайте начнем в первую очередь с минусов. Первый минус, который бы я отметил, это маленькое количество информации вообще о ГБО, о том, какие они бывают. Когда я в 2018 году впервые залез в интернет и начал смотреть, что же есть, я вообще офигел, потому что каша такая, что ты вообще не понимаешь, что ставить, что хорошее. Есть итальянское, его вообще там восхваляют, есть польское, есть какие-то помеси. В общем, было очень мало информации. Хорошо, что мне помогали, то есть мне рассказывали, что вот есть хорошее, то есть мне это все разложили. Но вот любому другому человеку, который просто сам задумывается, что, блин, хочу экономить, нужно ГБО, что он будет делать? Придет в один автосервис, ему скажут, вот, вот это ставьте, с того, что есть в наличии. Придет в другой автосервис, ему скажут, вот это можно поставить. То есть ты можешь прийти в два сервиса, за которые хорошие отзывы. Один тебе посоветует одно, второй тебе посоветует второе. Поэтому сегодня я вам не буду размазывать кашу по тарелке, говорить, что вот есть такое, есть сякое, про все это мы уже рассказывали. Я вам просто сделаю акцент, что мне поставили итальянское оборудование OMVL New Dream. Цена вопроса на V6 58 тысяч рублей. Здесь все стоит самое лучшее. Поэтому я вам в целом от себя могу только порекомендовать это оборудование в силу того, что я на нем проездил 22 тысячи километров. Второй минус. Это установка и настройка. Все это занимает время. Вот понимаете, приехать, оставить машину на сутки, не каждый готов. Далее. Первую неделю условно ездишь в тестовом режиме. Когда мы настраивали машину, мне повезло, что у меня чек вылетел прям тут же. То есть мы выехали, это не страшно. Пока настраивают, ага, чек вылетел. Потом тебя настроили, все, после у меня проблем никаких не было. Вот это все очень важно, потому что настройка, она влияет на твое впоследствии мнение о ГБО. На твой расход меняет. В общем, вообще в целом влияет на все. Поэтому нужно грамотно относиться к выбору автосервиса. Кто тебе будет ставить, какие отзывы за человек. И самое главное, какие компоненты тебе поставят. Потому что если редуктор ты еще можешь увидеть, то какая там магистраль пойдет, ты понятия не имеешь. А потом это может привести к тому, что где-то что-то засопливило, где-то что-то засифонило. В общем, нужно лишний раз будет приезжать. Поэтому к установке и к выбору оборудования относитесь максимально предельно внимательно. Максимально предельно внимательно. Таким образом, впоследствии у вас вопросов не будет. Потому что я читал все комментарии, все изучал, общался с людьми. Есть те, кто сэкономят, понаставят там чего подешевле, а потом начинается газ твое говно. Не мой газ, он наш с вами. Мы живем в одной стране. И самое главное здесь запомните. Если ты решился поставить газ, то ставь только хорошее. Если ты хочешь сэкономить и поставить что-то дешевое, не надо. Третий минус, который, знаете, такой переменчивый. Поначалу это было неудобно с заправками. Ты приезжаешь, все заправки газовые, которые находятся в городе, почему тут в городе Москва, они находятся в каких-то закутках. То есть на трассу, если я выезжаю, на М4, да, там есть хорошие заправки. Ты приезжаешь, прям огромный комплекс, рядом бензиновый. В общем, все сделано по-людски. Но когда ты начинаешь заправляться, когда ты уже вливаешься в эту тусовку, скажем так, месяц проходит, уже вопросов нет. Я поставил газобаллонное оборудование осенью. Началась зима, сильный мороз. Порой бывает, когда выкручиваешь, здесь переходник специально идет. Вот этот газ, он такой пффф. И реально, поначалу я несколько раз подпрыгивал, думал, ну и все, сейчас мы там взорвемся, взлетим. На самом деле, высокое давление, это нормально. Но к этому нужно привыкнуть. И поначалу первые заправки. Бывает так, что ты выкручиваешь, знаешь, на руку газ попал. Он начинает тебе руку слегка морозить, надо колиться. Думаешь, блин, вот нафига это нужно? С бензином никогда такого не было. Но в целом, когда ты уже привыкаешь, уже знаешь, что перчаточку отдел пришел, заправился, вопросов у тебя никаких нет. Если поначалу начать, там, снимать, да, вот первую неделю эксплуатации, можно больше сделать негатива, чем позитива. Отмечу одно, что когда ты сейчас у тебя передвигаешься, я уже знаю, где здесь ближайшая заправка, где на трассе мне заправиться, где какая цена в городе. То есть ты к этому очень быстро адаптируешься. Важный момент, что по правилам вообще я не должен заправлять свой автомобиль сам. Но это по правилам. То есть на крупных заправочных комплексах ты подъезжаешь, действительно выходят люди, они сами тебе вставляют переходник, все заправляют. То есть ты ушел, заправился, пришел, сел, уехал. Но вот в этих закутках по городу, которые ты находишь, зачастую тоже заправщика нету, заправляйся сам. Заправить там полный бак 95-го, там литров на 70, это займет тебе ну 2-3 минуты максимум. Заправить полный бак пропана 43 литра мне заходит, это минут 5-6. То есть ты приходишь и поначалу вообще-то кажется так долго, ты стоишь, идешь, она заправляется, заправляется, заправляется. Но к этому всему быстро привыкаешь, потому что в первую очередь экономия. Все же ради чего ставят газ? Ради экономии. Вот это самые главные моменты, самая главная цель установки ГБО. Давайте я вам посчитаю, сколько я сэкономил при своем пробеге. Нам понадобится калькулятор, запоминайте, следите. Все говорю по-честному, никому ничего доказывать не собираюсь. Вот смотрите, 138 тысяч км сейчас пробег на одометре. Когда я покупал автомобиль, на нем был пробег 116 тысяч. Газ я поставил там буквально через 2 дня. Значит 22 тысячи км я проехал, делю на 100. Зачем? Чтобы понять, сколько раз по 100 километров я проехал. 220 раз. Средний расход на автомобиле на бензине я назову в 11 литров. Естественно, на трассе он ниже, если встать в глухих пробках он будет выше. Но средний я отмечаю как 11 литров. 11 я умножаю на 46. Таким образом мы получаем 506 рублей. Вот 46 рублей берем за литр бензина. Хотя сегодня он уже становится дороже. 220 я умножаю на 506. 111 тысяч 320 рублей я бы потратил, если бы проехал этот пробег на бензине. Средние значения берем. Теперь давайте посчитаем, чтобы получилось на газу. На газу у меня средний расход получается 12 литров. Я умножаю на 22. Объясню, почему 22. На трассе я сейчас заправляюсь вообще 20 рублей 70 копеек. В городе местами 23-24 рубля. Но в среднем берем 22. Получается, чтобы проехать 100 километров на газу, я должен потратить 264 рубля. Умножаю на 220. 58 тысяч рублей. Минус 111 тысяч. 52 тысяч 920 рублей. Друзья, вот 52 тысячи 920 рублей это та сумма, которую я сэкономил за 22 тысячи пробега. По моим подсчетам я должен был проехать примерно 40 тысяч за год. Просто почему-то в этом году я стал меньше ездить на машине реально. Вот к сентябрю должен был бы быть пробег примерно плюс 40 тысяч. Таким образом, я бы сэкономил примерно больше 100 тысяч рублей. То есть, оборудование, цена которого 58 тысяч рублей окупается, как вы видите, за 22 тысячи пробега. В общем, в целом, да, газ, ну сами понимаете, выгоден. Сейчас, грубо говоря, машина ездит для меня все в плюс. При этом, напоминаю, что само оборудование мне поставили бесплатно для эксперимента. Отсюда прям самый такой главный вопрос, который мне чаще всего задавали в личном сообщении серии Димон. Вот скажу вот по секрету, вот продашь Toyota, купишь другую тачку, поставишь на нее себе газ. Отвечаю честно. Смотрите, после Toyota я планирую купить BMW пятерку, бензиновую, либо дизельную. Соответственно, на нее я газ ставить не буду по двум причинам. Ну, в первую очередь, покупать BMW и ставить на нее газ, там, во-первых, багажник не такой, то есть баллон будет лежать прямо вот в багажнике. Там вообще сам по себе расход небольшой. Я сейчас езжу на машине меньше. То есть туда смысла, корячить газ нет никакого. И, во-вторых, он вообще станет туда дороже газ. То есть туда нужно поставить как минимум шестое поколение. Это больше заморочек, это дороже по цене. Если я бы купил бы, допустим, тот же самый Jeep Grand Cherokee 3.6 объемом, естественно, я бы поставил бы на нее газ. Если мне понадобилась какая-то рабочая лошадка, типа, там, Toyota, в силу того, что мотор хорошо подходит под газ, естественно, я бы поставил бы на него газ. Потому что, например, на тот же самый, там, 2.5 какой-нибудь мотор, на него обойдется установка в районе, там, 40 тысяч рублей, там, 38-40. То есть ценник такой, то, что ты его действительно реально быстро отобьешь. Покупать какую-то, там, сложную машину с точки зрения двигателя, куда установка газобаллонного оборудования обойдется, в первую очередь, дороже и сложнее, ну, я бы сейчас не стал. Третий момент, заключительный, скажем так. В силу того, что я сейчас езжу меньше, и, к примеру, ты, там, в месяц проезжаешь тысячу километров, у тебя малолитражка, уже про это все говорили. Тебе газ нафиг не нужен. То есть газ, в первую очередь, нужен тем, кто много ездит, либо вообще, кто в целом хочет, там, экономить, купил машину, там, на 10 лет. Думаешь, ну, что, на чем экономить? Вот, на газу поставил, вопросов у тебя не будет. Обслуживание, все это дешево, то есть никаких напрягов по цене нету. Когда мне раньше писали, ну, вот, ты покупаешь машину, ставишь на нее газ, тебе нужно и так того проходить, да еще и на газ того проходить. Друзья, 800 рублей, 1100 рублей, это вообще копеечные суммы, при слове того, сколько ты экономишь. Самое, там, дорогое, что может случиться, там, ремонт, там, редуктора, не знаю, там, 4-6 тысяч рублей. То есть, ну, не так дорого, и то редуктор сломается, может, там, я не знаю, там, тысяч через 100 пробега, то есть, опять же, это не факт, что он ничего сломается. Давайте сейчас сделаем легкое перемещение во времени, отправимся к тому самому человеку, который настраивал мне это газобаллонное оборудование. Пусть он сделает технический осмотр, диагностику, и скажет, в каком состоянии у нас сам мотор и само газобаллонное оборудование. Хоба, и я перемещаюсь на север, в город Долгопрудный. Сюда я приехал, потому что здесь сегодня работает тот самый установщик Вадим, который мне ставил газобаллонное оборудование, его же настраивал. Пойдемте послушаем, что он скажется в состоянии моего оборудования. Диагностика наша закончилась. Слово Вадим Борисовича. Вадим Борисович, скажите, пожалуйста, ну что, в каком состоянии ваше мнение экспертное? Как и следовало ожидать, все в порядке. То есть вопросов никаких нет, все работает ровно справа? Ровно, штатно, его ходы характеристов, пределы допуска, то есть все абсолютно нормально. То есть я правильно понимаю, что ваша рекомендация будет из серии, ну сделайте техобслуживание ближайшее, как надо будет, и все? Это необходимо делать. Как и любому оборудованию, ему требуется соответствующее техобслуживание, никуда не деваться. Все, спасибо вам большое. Касаемо расхода, это с одной стороны минус, с другой стороны плюс. А у меня бак, подчеркиваю, на 43 литра, то есть он сам по себе 53 литра, но заходит в него 43, так сказать, для безопасности остается воздушная подушка. Значит, если мы сейчас заправим автомобиль до Повова и будем перемещаться по городу с пробочками, в среднем мы проедем 280 километров, это если исключительно только город. Если мы будем выезжать за город, либо же мы будем перемещаться по городу по свободному, мы сможем проехать примерно 330-350 километров. Когда я ездил в Республику Беларусь, только по трассе со скоростью 110-160 километров, местами на обгон выходишь, мне баллона хватало реально на 420-450 километров. Я просто офигел. То есть, если выехать на нем и устроить такой, знаешь, челлендж, попробовать продержаться как можно дольше, ехать вот прям 110 ровняком, я думаю, под 500 ты запросто уложишься. Ну, я лично проезжал вот 450 километров. То есть, это реально круто. Какой минус при этом? В силу того, что я больше перемещаюсь по городу, 280 км на один конец Москвы съездил, другой, третий, уже нужно заправляться. А это опять начинаешь с момента, что, ага, заправка, она где-то есть, туда надо подъехать. Бывает, приезжаешь туда, там какой-то технический перерыв. В общем, с бензином в этом плане попроще. Но, если знать точки, да, по городу, то, в принципе, заправляться есть где. Как столько я выезжаю за город, да, за Москву, пожалуйста, на трассе М4 полно заправок. В Кашир, вот я, где живу, там, где родители мои живут, я приезжаю туда, там полно заправок. То есть, вот в таком городе, в небольшом, с этим вопросов вообще нет. Один из минусов, это существование различных стереотипов. Когда мы покупали автомобиль, когда мы ставили на него газ-баллонное оборудование, даже жена переживала родителей, а как вот безопасность, а если вдруг ДТП? Как вы видите, багажник у меня полностью свободный, баллон лежит вместо запаски. Друзья, мы снимали отдельные ролики, сюжеты, рассказывали, что будет, если вдруг произойдет ДТП, как газ влияет на клапана, газ сушит клапана, все это есть, все мы это рассказываем. Но я вам скажу одно, что всем на это похрену. Потому что те люди, кто понимают, кто хотят поставить себе газ, углубляется этот вопрос, они понимают то, что это все мифы, это все бред, это все ерунда. От чего машина может взорваться? Если ты поставил себе какое-то сраное оборудование прямым текстом, если ты за ним не следишь, если ты еще, знаешь, когда бывает, убирают клапан, чтобы прямо дошло до полного, чтобы бак заполнился на все 53 литров, когда заправляют, еще тачку шатают, чтобы побольше зашло, конечно, это неправильно, это нарушение всевозможных техник безопасности. В моем случае, вот такого не произойдет, даже если сейчас сюда КАМАЗ прилетит в жопу, здесь баллон идет толщиной примерно 8-9 миллиметров, то есть это броня. Толщина металла там в микронах измеряется, то есть машина скорее сложится пополам, а баллон просто-напросто деформируется. При этом все возможные современные способы защиты, постравливанию газа, закрытию клапанов, отсечек, чтобы когда пошла утечка, система сама все блокирует. То есть на сегодняшний день, вот четвертое поколение, там пятое, шестое, к ним вопросов ноль. Самое главное это за ним следить, ухаживать, все. Но при этом эти стереотипы ты никак не переубедишь. Вот я встречаю людей, взрослые мужики говорят, ну что газ, да ну нафиг, боятся. Те, кто поездил, уже вопросов меньше. Понимаете, все минусы, которые есть, их можно развеять. То есть что-то можно сказать, ну да, действительно минус, с чем-то можно поспорить, для кого-то минус будет плюсом, ну и так далее. Единственный и самый важный плюс, как я сказал, у газа, это экономия. Вот опять же, что мне понравилось. 249 сил, мощная машинка, ты стоишь в пробке, включил газ, на газу ты едешь, ты тратишь вообще копейки. Стоит выехать куда-то на трассу, как я поначалу думал, да и вы точно так же думали, что вот газик отключишь, на бензине поехал, мощности больше. Как показали все наши замеры, что потери мощности до 4,5 тысяч оборотов и в принципе нет как таковой. То есть если разгоняться 0,200 на газу и 0,200 на бензине, вот тогда ты по показателям, по цифрам увидишь то, что на бензине она уедет быстрее. Если разгоняться там условно в городе, в спокойном режиме ты газку даешь, как на газу тяга присутствует хорошая, так и на бензине. Она плюс-минус, ну не плюс-минус, она одинаковая. А то, о чем вы говорите, собственно говоря, в диапазоне городских движений там до 3,5-4,5 разницы нет никакой, поэтому движение именно в городском режиме обычный человек никакой разницы не почувствует, потому что ее просто нет. До 3,5-4 тысяч оборотов. Да, да, да. То есть вы поняли? До 3,5-4 тысяч, а это на самом деле есть городской режим. То есть ты никакой разницы не почувствуешь. То есть вся потеря мощности будет, когда ты вышел на трассу, втопил педаль в пол, и когда уже на большой скорости, там после... Да, то есть после 5-5,5 тысяч оборотов, ну как бы будет какая-то разница. Но как бы большинство людей даже ее не почувствует. Вот вы знали об этом? В общем, все минусы, они, скажем так, бытовые, к которым ты в процессе эксплуатации действительно привыкаешь. Все плюсы, а они как бы вот тут налицо, все идет ради бабла, как вы понимаете, то есть ничего другого. Нет ни одного человека, который сказал бы, блин, слушай, что-то мне на бензине не нравится ездить, поставлю-ка я себе газ. Нет, всеми движет рубль, копеечка, доллар, доллар, евро, бабки, бабки, друзья. Суть в следующем. Касаемо ГБО. Машина свою роль выполнила. Никаких вопросов, никаких проблем у меня с ней не было. Газу я привык, и зачастую я уже действительно передвигался так и думал, блин, вот на бензине сейчас куда-то поехать, когда считаешь, думаешь, ага, полторашку отдашь. На газу за тот же самый маршрут как минимум в два раза дешевле. Думаешь, ну все равно на перспективу, когда считаешь, думаешь, ну здорово. Опять же, сам кайф того, что я приезжаю сейчас на трассе заправляться, я отдаю там 850-900 рублей, все, мне залили баллон до полного, я знаю, что у меня там 300-350 километров оплачено, я могу передвигаться. Газ плюс БУшка, отличное сочетание, поставил, катаешься. Ну, в общем, мне в целом все это понравилось. Вот серьезно вам говорю, покупая автомобиль на вторичке, на который можно было бы поставить газ, естественно, я бы его поставил. Поэтому, что я вам хочу порекомендовать. Если вдруг вы хотите установить себе газ, я вам рекомендую. Вот только OMVL New Dream. По причине того, что я на нем поездил, я на нем провел эксперименты все свои, у меня вопросов к нему не было. Мы будем снимать еще дальше ролики, где будут другие оборудования от других итальянских компаний, но это совсем другое. Я ездил на нем, поэтому его я вам и рекомендую. Если вы хотите его поставить, в описании к этому видеоролику я оставлю ссылку на все необходимые ссылки. То есть установку можно выбрать по всей стране. Компания сама по себе огромная, то есть по всей стране у нее есть коллеги, сервисы. Устанавливайте, пожалуйста. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, проблемы, пишите мне. Я всегда буду рад помочь вам их решить. Потому что я общаюсь с руководством компании. И если вдруг где-то вас там обманули, что-то неправильно сделали, блондин поможет. Время. Toyota Camry 3.5 и газобаллонного оборудования подходит к концу. Мы с автомобилем потихонечку прощаемся. Пару слов про Toyota. Очень часто меня спрашивали, ну вот ты поездил на Мази, ты поездил на Camry. Ну сравни, ну посоветуй, что покупай. Друзья, два абсолютно разных автомобиля. Я про это уже говорил. Мазда лучше рулится, Мазда лучше управляется, Мазда свежее по дизайну. Ты в нее садишься, молодежная тачка Toyota. Это прямо реально членовоз, повозка, рабочая лошадка. В ней самый кайф находиться сзади. Присел в автомобиль, передвигаешься, будешь получать удовольствие. За рулем машина тебе не дарит никаких драйверских эмоций. То есть чисто ты сел, завел, едешь по работе, возможно там беспроводная связь, ты общаешься, но такого, чтобы ты знаешь, с нее сел, кайфанул. Во-первых, автомобиль уже старенький. 2013 год, вы знаете прекрасно, уже есть новая Camry, которая совсем другая, там по внешнему виду, по интерьеру. Этот же автомобиль, я его посоветовал тем, кто много ездит, то мало ездит, то хочет купить его, как вот ликвидную машину, передвигаться на ней, не знать никаких с ней бед, хлопот. Опять же, в первую очередь, главное найти ее в хорошем техническом состоянии. Если у меня машина там попалась, скажем так, ухоженная, то некоторые на рынке продают машину там на 50 тысяч дешевле, но там такой хлам, в который ты вложишь еще там 1100 сверху. Поэтому здесь выводы делайте сами. Все мы из вас разные, у кого-то трое детей, кто-то молодой, 20 лет, он думает, на чем будем погоняться, выбирайте сами. Что будет дальше? Несмотря на то, что мы продаем тачку, мы не заканчиваем этот проект. У нас дальше будут интересные ролики, они будут выходить порежен, они действительно будут прям популярны, с полезной информацией. В первую очередь, многие говорят, газ для таксистов, вот я сниму прям отдельный сюжет по этому поводу. Прям все разложим детально, очень полезная информация будет. Вторая, вполне вероятно, что мы поедем в Италию на завод, где производят это оборудование, ОМВЛовское, пообщаемся там с людьми, будет переводчик, возможно, получится собрать самую полезную информацию. Поэтому, как только мы туда будем отправляться, я сделаю пост в Инстаграм нашего канала, и всем, кому интересно, пишите ваши вопросы, наконец-то получится пообщаться с производителями конкретного продукта. Проект этот будет продолжаться, пишите ваши комментарии, пишите ваши советы, про что вам было бы интересно еще послушать. У меня на этом сегодня пока что все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии, все полезные ссылки в описании. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok